Приветствую вас! Часто, когда я вижу радиостанции со встроенной функцией GPS, неважно носимые или автомобильные, у меня возникает мысль, почему не сделали в этих радиостанциях встроенную функцию работы в АПРС. Ладно еще когда в 90-е годы для работы в АПРС в пакетном режиме требовался отдельный контроллер, модем это были отдельные сложные конструкции, то сейчас в любой радиостанции встроенный микроконтроллер имеет достаточно высокую производительность, чтобы реализовать в нем функцию работы в АПРС. А уж особенно в радиостанциях, которые работают в цифровых режимах, предназначенных для передачи речи в этой самой цифре. В такой радиостанции сделать функцию работы в АПРС в пакетном режиме со скоростью 1200 ничего не стоит, это просто строчки в программе, это никаких деталей, не нужно допаивать схему, это просто нужно дописать строчки один раз при разработке радиостанции, которые потом в каждую радиостанцию будут записываться. И вот недавно я вам рассказывал об автомобильной радиостанции Retavis RT-73. Это радиостанция, работающая в аналоговом и в цифровом ДМР режимах. И на момент, когда я вам о ней рассказывал, в ней не было функции АПРС, а сейчас сделали, выпустили к ней новую прошивку автора этой радиостанции. И теперь в ней появилась функция АПРС. Никакого оборудования дополнительного для этого не надо, просто нужно обновить программу встроенную управляющую этой радиостанцией, и в ней появится функция АПРС. По-моему это очень здорово. Сейчас хочу вам рассказать, как нужно обновлять прошивку в этой радиостанции, как в ней работает АПРС. С сайта Retavis.com нужно скачать два файла. Это архив с прошивкой и программатором, и архив с новой версией программного обеспечения. Из архива с прошивкой устанавливаем программу программатора, запускаем ее, выбираем в ней номер компорта, который у нас получился в результате подключения кабеля для программирования, и выбираем сам файл с прошивкой. После этого нужно, удерживая кнопку P1, включить питание на радиостанции и подключить к ней кабель для программирования. Далее в программе нажимаем кнопку IAP, и после этого запускается у нас процесс программирования, который длится 2 с небольшим минуты. В это время индикации никакой на дисплее радиостанции нет, только мигает двухцветный светодиод. После завершения процесса программирования радиостанция сама отключится. Нужно ее после этого включить вручную, и можем проверить версию установленного программного обеспечения. Все настройки радиостанции, касающиеся АПРС, есть в программном обеспечении, в отдельной закладке. Программное обеспечение тоже нужно установить последней версии. Часть настроек АПРС есть и в самом пользовательском интерфейсе радиостанции. Поясню кратко назначение параметров. Рабочая частота это частота, на которую радиостанция будет передавать АПРС пакеты. Никак не связано с установленной вами частотой в режиме VFO или в режиме каналов. Радиостанция в любом случае будет передавать АПРС пакеты только на этой частоте. Частота субтона, если ваш узел АПРС работает с субтоном. Далее два параметра, регулирующие задержку перед излучением информации. Мощность, на которой будет передаваться АПРС пакет пониженная или полная. Если мы включим АПРС тон в положение он, то звук АФСК пакета, который передается в эфир, мы также будем слышать из динамика радиостанции. Дальше у нас идет позывной и дополнительная цифра адреса получателя. Кому будут адресованы пакеты нужно установить значения, такие как у меня здесь на экране. Ваш позывной, от имени которого будут передаваться пакеты и тоже дополнительная цифра в конце позывного. Два поля отвечающих за символ АПРС, который будет отображаться на карте. Все символы АПРС перечислены в этой таблице. И путь АПРС, который если вы не знаете как работает, то устанавливать вот такое значение как у меня. Эта радиостанция может передавать АПРС пакеты периодически с выбранным интервалом, который задается вот здесь. Либо может передавать пакеты вручную при каждом нажатии передачи. Внутри АПРС пакета будет содержаться текст заданный вот в этом поле и координаты. Либо ваши текущие координаты, полученные от GPS приемника, либо фиксированные координаты, которые вы зададите вручную вот в этих двух строчках. Сделав эти настройки я установил радиостанцию в автомобиль и немного проехал на нем для того, чтобы посмотреть как на сайте АПРС будет отображаться информация обо мне и как вся эта система работает в целом. Вот так на сайте АПРС директ видно траекторию моего движения и информацию о станции. Вот так вот без установки каких-либо дополнительных аппаратных модулей, без установки чего-либо вообще аппаратного в эту радиостанцию, а только лишь обновлением софта, в ней появилась новая функция, новая возможность. Такая приятная новость от Ретерис. На этом пока все. Ссылки на обзор этой радиостанции, на сайт, где можно скачать эту прошивку и программу для программирования радиостанции, на страницу, где можно купить такую радиостанцию. Все это есть в описании к этому видео. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные радиостанции и всевозможные функции в них. Смотрите мои другие видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и Фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.